СПОРТИВНАЯ СИСТЕМА Турниру, который стоит, я бы сказал, особняком. Турниру, о котором мы говорили много, к которому готовились спортсмены более чем 20 стран. И почти столько же приехало к нам в гости. Кубок Петра. Кубок Петра Великого. На этот раз он наступал в ранге открытого чемпионата Европы. Мы с удовольствием встречали гостей, а гости с удовольствием приезжали к нам, потому что приезжают они сюда уже не первый раз. Седьмой кубок. И каждый раз, здороваясь и прощаясь, они говорят о том, что здесь, в Санкт-Петербурге, просто огромное удовольствие. И готовиться, и выступать, и встречаться с друзьями. Потому что здесь Тэквондо ИТФ обретает, я бы сказал, второе дыхание в том смысле, что в мире Санкт-Петербург, по мнению многих, становится столицей этого вида спорта. Шла подготовка, шла упорная подготовка, шли репетиции. Месяцами, я так думаю, спортсмены готовились к этому событию. Не только спортсмены. Прошла прекрасная пресс-конференция в Москве, уже по традиции. В Москве, в Министерстве иностранных дел, в присутствии большого количества журналистов, крупнейших изданий, телевидений и радио, прошла эта пресс-конференция. Это имело тоже большое значение, потому что седьмой кубок Петра был, кубок Петра Великого, по существу, репетиции к чемпионату мира по Тэквондо ИТФ, которое должно пройти в следующем году. Итак, мы начинаем наш репортаж. Сейчас в студии вместе со мной вот эти кадры видят Михаил Шмелев, президент Федерации Тэквондо Санкт-Петербурга и вице-президент Европейской Федерации Тэквондо. Игорь Щеглов, главный судья этих соревнований, генеральный секретарь Федерации Тэквондо Санкт-Петербурга. Сергей Сафонкин, старший тренер сборной Санкт-Петербурга, один из выдающихся тренеров в этом виде спорта, я бы сказал, новатор, постоянный исследователь, человек, которому Тэквондо во многом обязан. Санкт-Петербурга, Владимира Яковлева, от имени правительства нашего города поздравляю вас с прекрасным праздником, который опять пришел на брега Невы. И как вы понимаете, почетные гости, которые пришли на открытие, и прежде всего это вице-губернатор нашего города Валерий Малышев, Том Макалом, которого вы только что видели, генеральный секретарь Международной Федерации Тэквондо, председатель нашего спорткомитета, олимпийский чемпион Евгений Куликов и вы видите Михаила Шмелева, сказали самые добрые слова спортсменам, зрителям, всем, кто принял участие в этом празднике. Самая большая радость для нас всех, это дают клятву судьи, и это очень важно, потому что борьба должна быть честной, но самой большой радостью для нас, для всех, скажу откровенно, является своеобразный рекорд, когда трибуны стадиона заполнены. Не так часто это у нас бывает, даже на футболе и на хоккее, не часто это бывает на теннисе, но я вспоминаю первое выступление, тогда это был чемпионат СССР, первый чемпионат, и мы увидели тогда, и убедились в том, что интерес это Квандо огромен. В выступлении детей Торнадо, это были 150 счастливцев, которые были отобраны примерно из 700 участников детских спортивных школ, мы видели их светящиеся глаза, мы видели счастливые глаза их родителей, потому что они были отобраны, они репетировали, и они имели эту честь, высокую честь участвовать в открытии этого чемпионата. И я сразу же могу сказать, что для нас, для всех, может быть для журналистов прежде всего, это не только репетиция, не только выступление сильнейших спортсменов, это не только шоу, потому что это было очень важно, и вы убедитесь в том, что здесь было продумано очень много, потому что и вокруг стадиона было устроено очень много для зрителей, это уже особый разговор, но это прежде всего забота о нашем будущем, каким бы ни был наш город, красивым, замечательным, не очень хорошим, но он для людей. И вот для именно этих людей, которых вы видите, они должны быть здоровы и счастливы. И когда спортивный клуб, спортивное общество делает что-то для детей, особенно в таком объеме, мы по-настоящему благодарны и признательны, и это ощущали все, кто был в СКК. И поэтому первый вопрос Михаилу Юрьевичу Шмелеву, как поживает Ваша детская спортивная школа, что происходит в этой области, я думаю, в главном направлении работы Вашего клуба, хотя у Вас замечательные чемпионы Европы и мира? Происходит то, что называется развитием. Каждый день, каждую неделю в залы спортивного клуба, в залы федерации приходят все новые и новые спортсмены, все новые и новые родители приводят своих детей, а это значит, что они доверяют нам, это значит, что они нам доверяют самое дорогое, это здоровье и будущее своих детей. Со скольки лет можно заниматься тэквондой, и, кстати говоря, дорого ли это стоит? Ну, Санкт-Петербургская федерация традиционно имеет самые низкие цены на занятия в залах, а занимаются детишки шестилетнего возраста, некоторые с пятилетнего даже приходят. И я тогда задаю вопрос человеку, который чрезвычайно опытен, Сергею Сафонкину. Сережа, Вы привыкли работать с выдающимися спортсменами. Вам интересно работать с детьми? Работать с детьми очень трудно, очень ответственно, потому что к детям нужно подходить индивидуально, их не построишь строй, как солдат, и ничто им не прикажешь. У каждого своя психика. Ну, очень радостно видеть детей в зале, радостно, что они идут в зал, они идут на улицу, где... Где ситуация намного сложнее. Да, где неуправляемая ситуация. И вот не случайно, когда выступали Ваши мастера, мы вспоминали о том, что Торнадо обладает очень серьезной охранной структурой, которая как раз заботится о том, чтобы на улицах тоже было все в порядке. И поэтому прокомментируйте, пожалуйста, выступление Ваших сильнейших спортсменов, фрагменты которого Вы сейчас видите. Сейчас выступают инструктора нашего клуба, каждый из них очень большой мастер, пользуется большой популярностью занимающихся, и сейчас они показывают фрагменты рукопашного спарринга, какие-то ситуации, которые могут возникать при конфликтных вопросах, может быть, на улице, там, в защите граждан. Они показывают, что Токмандов все-таки и прикладной вид спорта тоже. Они показывают прикладную технику. И это спортсмены, которые, часть из них, во всяком случае, участвовали в международных соревнованиях и добивались больших результатов, высоких, да? Да, да, и поэтому то, что они показывают, это очень высокий уровень. В этих показательных выступлениях принимал участие последствия Игорь Щеглов, главный судья. Сколько времени Вы репетировали, насколько это было сложно? Ну, говорить о сложности тут, наверное, так. Потому что неуместно, потому что каждый из нас давно этим занимается. И, в принципе, мы вот этой вот командой, которую Вы сейчас видите на экране, готовили показательные выступления в прошлом году. То есть коллектив довольно-таки уже опытный, слаженный, в том плане, что есть определенная дисциплина, которая определяет быстроту подготовки. Я бы не сказал, что мы очень долго это готовили. Другое дело, что тренировки были очень насыщенными. Очень насыщенными и очень... Вот это Вы. Зрители Вас не видят, Вы за кадром, но вот я сейчас пока, это Вы. Да, действительно, это я. И в этих тренировках мы не только готовили это выступление, но и в какой-то степени сами, общаясь друг с другом, поднимали свое собственное мастерство. Они тем были нам интересны. Я надеюсь, что интересно им получились сами выступления. Я разговаривал со зрителями, и очень многие воспринимают то, как будто бы это все по-настоящему. Думали, что это просто импровизация. Ну, наверное, это самый высокий уровень оценки, когда зритель думает, что это прямо сделано. Зритель поверил. Да. Ну, вот это, я не знаю, сколько там кирпичей сразу, тут уже, так сказать, непросто все это сделать. Ну, вот теперь то, о чем мы говорили. Короткий репортаж о том, что происходило вокруг. Вы посмотрите, впервые... Нет, второй раз, по существу, была сделана выставка по существу «Спорт и безопасность». Вот это очень важно. Безопасность волнует нас всех. Как остаться в этой трудной жизни, так сказать, невредимым? Как сберечь свое жилище? Как хорошо водить автомобиль? Как пользоваться сложной техникой? И как обходиться с людьми, которые не очень вежливо к тебе относятся? Михаил Юрьевич, когда возникла эта идея, и насколько она реализована сейчас? Возникла она как раз перед шестым кубком Петра Великого. Мы попробовали во второй раз эту идею реализовать. Выяснили, что многое, то, что хотелось, не получилось. Но думаю, что будем продолжать и дальше, поскольку это очень интересное управление. Ну вот, впервые, вот мы видим Алексея Наливайка. Естественно, здесь был турнир, и вы сделали на этот раз турнир действительно массовым по стритболу. И Алексей, вот, ну, это отдельно мы говорили, вот он вел интервью буквально со всеми участниками, со всеми возрастными группами, гостями, родителями. И все они говорили, как здорово, можно посмотреть, можно зайти, что-то даже приобрести, можно сыграть в баскетбол, можно увидеть очень много. Я уж не говорю о том, что были прекрасные рестораны, и, в общем, вы сделали настоящий фестиваль спорта, за что вам, зрители, благодарны. Ну, теперь спортивная часть, это тыли. Пожалуйста, что это такое, еще раз, потому что многие зрители, может быть, не знают, что это по существу азбука этого вида спорта. Да, действительно, тыли в тейквондо можно назвать азвукой этого вида спорта. Из всех четырех видов программы они, может быть, наиболее сложные, потому что каждое действие здесь уже запрограммировано. Каждое действие нужно быть тщательно выверено по диаграмме, по силе, по концентрации, по дыханию, по балансу. Именно по этим критериям судьи, которые вон там сидят, оценивают спортсмены. И выступление в спарринге, где каждый спортсмен волен интервизировать, действовать в зависимости от сложившейся ситуации, здесь недопустимо. Здесь четкая программа действия, которую необходимо выполнить, максимально вложив в нее все свои качества, всю свою подготовку. Каждый спортсмен выполняет свою программу. Мы ведь видим, что это не синхронное выступление и не одинаковая программа, да? Хотя это в одном дане, во втором, в третьем, в четвертом, да? Два упражнения выполняют спортсмены. Произвольный тыль и обязательный. Но произвольный это, конечно, тот, который они придумывают. Произвольный один из 24 тылей, который они выбирают. Точнее, из трех обязательных для его дана, выбирают спортсмены. И обязательный, одинаковый для обоих участников, означают судьи, чтобы уже окончательно какие-то свои сомнения устранить в оценке того или иного движения. В данном случае результат. Это были тыль на первый данный. Мы видим сейчас финалы. Это непросто. Для любителей спорта очень важно, чтобы в финале встречались сильнейшие. И, надо сказать, и нашим санкт-петербургцам было не так просто в этой ситуации. Я скажу откровенно, те люди, которые говорят, что это неинтересно или скучно, я таких даже не видел, честно говоря. Хотя вроде считается, ну там, начальные упражнения вроде не так интересны. Для меня, например, это не просто своеобразный танец, это просто демонстрация того, насколько можно владеть своим телом. Хотя вы находитесь здесь в недостатке, вы как судья оцениваете, да? Ну давайте скажите о мастерстве санкт-петербургских спортсменов вообще, кто вас здесь поразил. Вот здесь сейчас мы видим выступление Сергея Кана, нашего хатербургского спортсмена, вот он перед нами. Это он выступает в программе третьего данного. Ну, быть может, кто-то и скажет, что выступление по теле смотреть неинтересно. Однако, я думаю, что согласится всякий, что смотреть выступление мастеров будет интересный момент. В данном случае именно это мы видим. Сергей Кан, человек, который очень давно этим занимается, который целенаправленно идет в свою подготовку, и на программе, помимо спарринга, сделал в данном случае, я сбегаю немножко вперед, скажу, что он выиграл. Этот турнир заслуженно занял первое место, и действительно показал образец, эталон того, как нужно выполнять тыль. Это, так скажем, упражнение, в котором каждое действие, вот видите, практически единогласно судье отдали ему победу. Замечательно просто выступил наш спортсмен. Два слова о том, сколько продолжается это соревнование. Ну, все зависит от количества движений в тылях. Там от 19 движений в простейшем до 70 с лишним движений в одном из самых сложных тылях. Ну, в данном случае тыль на четвертый дан, в программе четвертого дан, очень сложный тыль. Марк Хаттон выполняет. И второй спортсмен. Сейчас мы его увидим. По всей видимости, это Рустам Зияев. Да, это Рустам Зияев, финальные поединки. Великолепный спортсмен из Таджикистана. Однако в данном ситуации шотландский спортсмен сильнее, сильнее, точнее его, точнее. Переживает и Ваши гости именитое, да, Михаил Юрьевич? Да. Приехало очень много представителей из всех федераций европейских. Приехали представители международной федерации, азиатской федерации. Они все помогали нам проводить этот турнир. И мы за это очень благодарны и признательны. Вот момент, который вызывает особый сейчас, я бы сказал, особое уважение и особую признательность организаторов. Все прекрасно понимают, что на соревнованиях, особенно в такой зал, как СКК, приходят люди самые разные. И поэтому спорт и музыка, спорт и шоу, спорт и зрелища, они действительно связаны. Надо дать возможность разрядиться, надо дать возможность отдохнуть, надо дать возможность зрителям увидеть современную культуру, молодежную культуру, как правило, понимаете, во всем объеме. Здесь была и выставка МОД, но мы не все здесь показали. Но давайте посмотрим, здесь вы увидите фрагменты показательных выступлений, выступлений некоторых ансамблей. Часовой передачи много не покажешь, но давайте посмотрим. Я хочу сказать, что та часть культурной программы, которую вы видели, очень органично вписалась в соревнования, потому что эта музыка в своем стиле очень магична, физически очень сильна. КОНЕЦ Здесь выступали, как видите, не только именитые спортсмены, не только начинающие спортсмены, но и настоящие спортсмены, для которых воинская служба и спорт неразрывно связаны, для которых спорт – это просто показатели спортивной подготовки и показатели боевой подготовки. И выступление наших десантников неслучайно вызвало, ну, я бы сказал, такой горячий отклик и такая была прекрасная встреча здесь. Так их замечательно встречали здесь многочисленные зрители. Здесь были представители и многих других восточных единоборств. Это уже традиция. Самые различные стили, самые различные виды. И несмотря на какое-то внутреннее соперничество, все дружат, и это очень важно. Все готовы принять участие в празднике любого из видов восточного единоборства. И настоящая дружба связывает и тренеров, и специалистов, представителей десятков клубов, которые пропагандируют восточные единоборства, которые имеют в каждой из них свою удивительную историю. Много журналистов, много вопросов, много разговоров. На пресс-конференции я понимаю, что были самые разные вопросы, много ответов. Какой самый сложный вопрос был для вас, Михаил? Традиционно, самым сложным, что будет завтра. Что будет завтра, никто не знает, но могу сказать с уверенностью, что завтра будет чемпионат мира 97-го года, к которому мы готовимся. Но вот что интересно, ведь многие, вы абсолютно правильно говорили, потому что рассматривали и чемпионат мира, и ваше сегодняшнее выступление под углом выдвижения нашего города, как будущей теоретически, возможно, олимпийской столицы. Поэтому особая, так сказать, признательность была Торнадо, одна из олимпийских миль. Ведь в одной из олимпийских миль выступала прежде всего Торнадо. Вы были инициатором. Это был день дождливый, летний день. Но прекрасно выступили сотни ваших спортсменов. И прекрасное выступление на Исякинской площади. И забег, 2004 метра, это наша олимпийская миля. Руководителям, что вот вы бежите во главе. Ну и дети 6-7-8 лет бежали рядом с вами. Это был настоящий праздник, олимпийский праздник. И поэтому вот олимпийская идея чрезвычайно важна. И то, что вы ее поддерживаете, очень важно. Ну, а теперь опять возвращаемся к спорту. Это один из героев, героев прошедших соревнований. Героев не только прошедшего 7-го кубка ветра, но и всех многих предшествующих. Устам Зияев, замечательный спортсмен из Таджикистана. Удивительный тем, что выступает практически во всех четырех видах программы и занимает призовые места, что очень редко. После выполняет удар общаги в разделе соревнований спецтехники, разбивания предметов на высоте, на разбитый предмет. В данном случае заработали три очка за разбитый предмет. Соревнования, кажущиеся в простоте, довольно сложного, потому что спортсмен должен... Весчет простоты, это я думаю, вы немножко перебрали. Может быть, мне так кажется. Должен сохранить и баланс, и правильно выполнить технику удара. Вот спортсмен из Чехии тоже выполнил боковой удар ногой. Судьи оценивают не только саму разбитую доску, но и правильно выполнение техники. Два слова о том, какая высота. Мы в свое время говорили о рекордной высоте, на которой вообще способны спортсмены разбивать что-нибудь. Не то, что там доставать, но и разбивать. Это же надо с такой энергией взлетать вверх, да? В данном случае, по-какому, было неудачно. Начальная высота для установления досок была 2 метра 65 сантиметров. На этой высоте разбивали все предметы. Спортсмены первого круга соревнований сейчас в финал, поэтому высота увеличена на 5 сантиметров. 2,70 на планке. Надо разбивать различные части, да, ноги там 4 или... да? Да, существует 4 норматива, 4 удара. За выполнением правильности, выполнение которого следят очень тщательно судьи. И забегая вперед скажу, что будет момент, когда спортсмен разобьет удар ногой, но судь не засчитает его из-за неправильности техники. Это очень сложный удар. Рустам Зияев выполнил и разбил эту доску. Толщина доски? Толщина доски стандартная, 15 миллиметров. И судьи тщательно проверяют, что, не дай бог, она не с трещиной. Тут все честно, да? Клятву выдавали не зря, да? Безусловно. Мне кажется, что это один из самых таких зрелищных моментов, хотя он очень скоротечен. Ему хочется посмотреть в замедленном варианте. И по существу, только в этом виде это входит в официальное троеборье, по существу, да, из которого складывается победа. Четыре вида программы. Я прошу прощения, ты ли это четвертый, да. Я прошу прощения. В данном случае Ярослав Мишин разбил доску, но судьи не засчитали попытку из-за неправильного удара. Но по второму виду он коснулся пальцами его. А надо было? Надо было всей подошвой. Именно это входит в нормативный зачетный удар. Я не знаю, трудно увидеть это или нет, нам было бы увидеть сложно, но судьи не ошибаются в таких случаях, да? В данном случае они не ошиблись. Михаил, я знаю, каких усилий вам стоило динамизировать именно эти соревнования. Я помню, как было мало раньше станков. Что вы делаете сейчас? Вот мы видим сейчас победителей в этом виде. Мы действительно очень серьезно подходим к вопросу длинных пауз. И сейчас, совершенно недавно, мы получили четыре станка из Голландии. Закупили их специально для Кубка Петра, но, к сожалению, не успели их получить. Трудности с перевозками, таможенные правила новые, то есть была небольшая пауза. Но на чемпионате мира они будут использованы. Эти станки прошли обкатку уже на чемпионате Европы. И получили высокую оценку в Международной Федерации. Вот мы видели группу поддержки. Это очень динамизировало. Сейчас вы вернетесь к репортажу, очень интересно. Ну, конечно, прежде всего, все спрашивают, ну как, ломает ли руки, больно ли? Группы поддержки будут на чемпионате мира? Конечно, несомненно. Пожалуйста. Я начну с такой фразы, наверное, знакомой многим телезрителям по фильмам. Копич, где доска не дает сдачи. Но, на самом деле, это не совсем так, она сдачи дает. И в этом, наверное, убедились многие спортсмены, которым не повезло на этих соревнованиях. Ну, и победители тоже наверняка ощутили это на себе. Предмет – это предмет. Упражнение, конечно, непростое. Разбить его непросто. Для этого, вот видите, пакет досок. Доски, по сути, состав очень неоднородные. Сколько? Шесть, я считаю, да? Да, в данном случае пакет состоит из шести досок. Это норматив для удара ногой. При кажущейся простоте выполнения упражнения, вот вы видите, на самом деле, это очень трудно. Требуется и правильная техника, точность удара, и концентрация всех мыслей, и всего внутреннего состояния направить эту концентрацию никуда, куда. И, конечно, как я уже говорил когда-то, малая толика удачи должна сопутствовать спортсмену в этом упражнении. Кстати говоря, вот когда бьешь, я там никогда, например, не бил ногой по такому количеству досок одновременно. Одновременно. Даже находясь, значит, в чрезвычайно раздражённом состоянии, мне это в голову не приходило, я чувствую, что это опасно. Тем не менее, психологически, что человек настраивается на вот точку удара, или он должен удар завершить через 10 сантиметров после этих досок? Я вот не знаю, на что настраивается спортсмен. Ну, прежде всего, он должен настроить себя, поразить тот объект, который он видит, этот пакет досок. Он должен свою мысль направить, может быть, и глубже их, чтобы не было тормоза никакого внутри себя, чтобы в последний момент нога там не дрогнула, и какой-то тормоз не заставил его остановить руку или ногу во время удара. Вот самое главное здесь, на самом деле, самое сложное, именно психологически заставить себя. Но выполнение упражнения спортсмену отводит, по правилам, 30 секунд. И при кажущейся такой статичности этого упражнения, вот он встал, ударил, казалось бы, довольно запрограммированные его действия, на самом деле, внутри его происходит очень такая непростая борьба. И именно вот эта вот, так скажем, внутренняя борьба и внутреннее состояние очень важно передать. Я думаю, что зрители, присутствующие на соревнованиях, это почувствовали. Не знаю, как это чувствуется с телеэкрана, но внутри соревнований им это чувствуется здорово. Такое настройство. Да, такое настройство. Естественно, возникает вопрос, в каком возрасте можно начинать такие сложные упражнения? Или вообще это не опасно для здоровья? Опасно всё, что неподготовлено, всё, что непрофессионально. Это упражнение терпит дилетантизм, оно требует всё к опциональному подходу. На наших показательных выступлениях дети выполняют упражнения на разбивание с молодых лет. Но вообще, по правилам, участие именно в соревнованиях по разбиванию допускается не моложе 18 лет. И несколько слов о победителях. В этом упражнении выступал наш спортсмен Игорь Конча, и в первом круге соревнований он был на первом месте, то есть шёл фаворитом. Но, к сожалению, именно, видимо, той малой толики, вот сейчас вы видите, как спортсмен у них сильный удар, но, к сожалению, именно не хватило ему точности попадания предметов. И, видимо, малой толики не хватило нашему спортсмену Игорю Конча, чтобы занять первое место. В этом же упражнении первое место занял спортсмен из Литвы. Вот это он сейчас. Миндаугас. Да, Миндаугас. Миндаугас. Игорь занял третье место. Но я думаю, что все зрители были именно, так скажем, покорены его таким настроем на победу. Ну, прямо скажем, болели за своих, но было очень приятно, что была очень доброжелательная отмазка, от постановка. И когда вот, это очень редкий случай, когда обращались к врачу, то все сочувствовали, спрашивали, там всё ли в порядке. И когда спортсмен получал помощь, показывал, что всё хорошо, нормально, зал вздыхал, так сказать, и снова начинал болеть, желая удачи. Потому что все прекрасно понимают, что это, ну, на грани для многих циркового в своё время было, да? Вот сейчас уступает Игорь Конча. Наверное, даже зрители физически ощутили тут боль, которая, наверное, может быть, возникла у него в руке. Я думаю, что он её как раз не ощутил из-за своего внутреннего настроя. Боль отступает. Боль отступает. Боковой удар рукой. Боль от Игоря. Удар выполнен безупречный, да? Существует считали все очки. Одна разбитая доска оценивается в два очка. Доска встреченной, поясню оценивается в одну очко. И сумма очков является победитель. Вот опять неудача. Бывает. Вот вы сказали, удача, неудача. А ведь могут доски, как, знаете, лошади в пятиборе, не ту вытащишь. Доски-то всё-таки не одинаковые, всё-таки их природа придумал. Это и есть удача, да? Вот я думаю, что да. Вот малая толика удачи в основном кроется в них. Вот сейчас удары, по-моему, конечно, замечательные. Более очаги прекрасные. Я думаю, что малая толика удачи кроется именно в этом. Хотя доски стандартные, 30 на 30. Дерево, которое допускается по правилам, это сосна. Толщина доски по полтора сантиметра. Но всё может быть. Нельзя заранее прогнозировать результат, даже исходя из, так скажем, стандартного подхода к приготовке доски. Это было очень интересное соревнование. Не случайно вы видели здесь и удача, и неудача. Что очень важно, чтобы понять, что удача не так проста. Потому что и победить в этом виде четырёх боря действительно не так просто. Вновь выступает группа поддержки. Выступали и многочисленные гости. Я сейчас всех перечислять не буду. Но мы переходим сейчас к основному виду. И я прошу прокомментировать финальный бой. Сейчас мы видим поединок. За первое место весовой категории до 71 килограмма выступает спортсмен Александр Маслов, Россия. И Диденко Адрюс из команды Литвы. Конечно, из этих двух спортсменов наибольшего внимания заслуживает Александр Маслов. Мы знаем его как чемпиона Европы. Двухкратно. Вот сейчас мы его видим на экране. Ему ассистирует его тренер Александр Сысов. Очень вдумчивый тренер. Вот он воспитал Маслов. Он воспитал многих спортсменов. И на этом чемпионате Маслов, конечно, был в очень хорошей форме. Он выиграл у поляка, у чемпиона Европы тоже бывшего. Большим напором. И вот финальный, то, что он вышел в финал, это было естественным. Сколько боев пришлось пройтись до финала. Что-то длитель ощутил, что это уже, так сказать, не самое... Три боя, как правило, да? До финала. Да, три боя до финала. Маслов очень вдумчивый. Он чувствует дистанцию. И как только его соперник ошибается, он сразу же на него обрушивает. Вот целый град ударов. Многие достигают целого. Я вот задаю вопрос главному судье. Еще раз, пожалуйста, поясните, за что даются очки? Какие удары ценятся больше всего? Приоритет отдается ударом ногами. Существует система оценки, высшая из которых это три балла. Три балла присуждается за удар ногой в прыжке в голову. Это очень сложный технический элемент. Довольно он нечасто встречается, и поэтому именно он так высоко оценивается. Распространенная оценка является два балла. Два балла присуждается за удар ногой в голову противника без прыжка, или за удар ногой в туловище в прыжке. И, естественно, наиболее часто встречающаяся оценка – это один балл. Это любой удар рукой или удар ногой в туловище. Вот Александр выполняет сейчас удар рукой, который, быть может, не так высоко оценит судей. Вот очень эффективный удар. Но эффект этого удара, я думаю, что в большей степени оценил на себе Андрюс Дуденко. Однако жесткий контакт по правилам таком не запрещен. И вот сейчас судья, очень опытный судейший от ноги, Сандр Донбар, снял очко. С Александром вот еще одно так, снял очко именно за жесткий контакт. А вот за этот удар судьи могли бы присудить ему два очка, если бы он достиг цели. Блестяще. Да. Красиво. А технически очень правильно выполнил удар. Вот удар рукой сгонил, оцененный последний раз в одно очко, но прочувствованный на себе противником. Михаил Юрьевич, я вот, пока мы смотрим бой, я знаю, как вы внимательно следите и ваши коллеги за тем, все-таки растет ли уровень тэквондо на всех этих турнирах. Действительно, выступает ли здесь спортсменовье мастерство является предельным, я бы сказал, высшим уровнем. И вы по этому поводу общаетесь и с родоначальником. Это редкий случай, когда вы можете говорить с родоначальником этого вида спорта, который где-то раза три-четыре был в нашем городе уже. Да, несколько слов об этом. Тэквондо действительно развивается. Все отмечают сейчас то, что начался процесс омоложения. Все практически сборные на сегодняшний момент испытывают, как раз, проходит как раз тот этап, когда опытные спортсмены вышли на самый высокий уровень и приходит очень много молодых, интересных. И все ждут 10-го чемпионата мира, где, наверное, произойдет смена поколений чемпионов мира. И победил в предыдущем бою, да, безусловно, Александр Маслов и стал чемпионом 7-го кубка Петра Великого, что не случайно, я думаю. Ну, вот сейчас бой, наверное... Да, а вот здесь мы видим Сергея Сафонкина, который сейчас вот смотрит сам на себя и, главное, переживает. Я думаю, я не знаю, переживаете вы еще раз этот бой? Этот бой был для нас, конечно, центральным. И, пожалуйста, расскажите, как вы готовились к этому поединку и что происходило? Соперник Симакова... Вот сейчас Симаков наш... Бахнам Сапроф, он из Таджикистана. Я наблюдал за всеми его поединками на этом турнире. Он очень уверенно шел к финалу. Очень агрессивный, так и мы не расплавим бы у него. Резкий, даже опасный соперник. И перед этим поединком ко мне подходили многие болельщики. Спрашивали, ну как, как Саша готов? Я говорил, все нормально, но в душе я очень волновался, потому что соперник действительно очень достойный. Сказать, что вот так вот мы его победили легко, это было бы неправильно. Кстати, вот проверяет спортсмену, а что бывает нарушение, что там, металл подкладывают, что ли? Ну, я думаю, что правила когда-то подразумевали. И это на самом деле нет. Судья проверяет спортсменов на наличие защитных повязок из бинтов, которые по правилам соревнований может накладывать только врач. И если врач только врачом не дал ввиду травмы, то судья обязан приказать спортсмену снять защитную повязку. Вот в таком случае, естественно, задержку времени спортсмен получит еще и замечание. Но вот этот финал, которого мы ждали уже в этой сборе, до 63 килограмм. Главная проблема была здесь тактически реализовать себя в этом поединке Симукова. Его ждали, как говорится, работу первого номера. Симукова ждали нападения. Вы видите, что его соперник стоит и просто ожидает, когда Симуков придет к нему на дистанцию удара и контратакова. Я всегда Симукова подсказываю, держи, держи доставящую дистанцию, чтобы быть внезапным для соперника. Мы увидим, что они стоят, стоят, а соперник, говорится, второй номер ничего не делает. И все-таки вот когда на ковре Симуков и спортсмены такого класса, их не так много, скажем так, ты чувствуешь работу мысли буквально. Даже, казалось бы, когда ничего не происходит, все время чувствуешь, как вызывает соперник на себя, думает. Все время происходит, я бы сказал, шахматы в движении, как это было принято говорить про тренинг. Конечно, потому что на таких больших турнирах, как у Лаппетра Великого, в финале приходят все сильные спортсмены. Все бьют сильные, все бьют быстро, у всех хорошая техника. И здесь, конечно же, решает только мысль. Кто как думает, как сможет реализовать себя через внутреннее состояние, как обмануть, как разгадать соперника. Это видно по этому поединку. Я всегда особо обращал внимание, как зритель, как блестящий в этом виде спорта лучший спортсмен уходит из атаки. То есть, моментально он готов к защите или принять другое решение. Особенно это заметно у Симакова. Просто он... Здесь тактически мы смотрели, что... Я видел, что Саша уже заработал несколько баллов. И надо было не испортить это. Надо было не давать сопернику работать. И когда оставалось несколько секунд до окончания раунда, я ему говорил, ничего не надо делать. Я боялся, что... Кстати, Саша вас слышит во время поединка. Он слышит, но он достаточно самостоятельный спортсмен. Я думаю, что он не нуждается. Это больше мои эмоции, нежели то, что ему нужно. Потому что до спарринга есть установка. Она, конечно же, корректируется во время поединка. Но больше им самим. Что вы говорите во время перегива? Вот что вы говорили во время этой паузы? Я думаю, что свои замечания, как я думаю. И поощряю то, что сделан хорошо, чтобы придать ему уверенность в его действиях. Второй раунд. Слёка слева. Это его соперник. И опять пошло выжидание. Опять выжидание, выжидание. Может быть, это немножко будет скучно зрителям. Но это очень важно. Ну и не скучно. Вот я смотрю, не скучно. Потому что это как пружина, которая постоянно сжата. И может в любую долю секунды взорваться эта обстановка. Этим и отличается, наверное, поединок больших мастеров. Конечно, Симакова был очень неудобен. Спортсмен из Каджикистана. И по лицу тренера его, секунданта, было видно, что он, не предвкушая победу, Ну, я говорю, что было по лицу видно, что тренер согласен с поражением своего ученика. То есть Симаков действительно ему чисто выиграл. Слушайте, поединок между вами и тренером спортсмена-соперника существует или для вас, главное, ваши ученики будут в этот момент? Нет, я думаю, существует, но гораздо раньше. Не в момент этого поединка, а вот до него, когда мы встречаемся, еще до начала соревнований. То есть вы должны предвидеть ту тактику, которую выбирает тренер и спортсмен, который выступает против вас. Да. Разная дистанция, 30 секунд. Не надо сейчас. Куда-то, как там, пошел. Мы слышим взволнованные голоса тренеров, наставников и вот эти секунды. Зал переживает, зал заполнен. Это, еще раз говорю, это прекрасно. Это вы. Я знаю, темперамент Саши в спарринге, я еще раз повторю, что я боялся, что он все испортит своей активностью поединка. Но он имел чувство меры. Мы помним, как он победил Тепелату, тот, да, Михаил Юрьевич, когда вы привезли этот поединок, невозможно было оторваться. Это был выдающийся не просто танец, напряженный бой. В нем было все. И драматургия, и красота поединка, и нервы, и красота движений. И мы несколько раз показали этот поединок. А Виктор Пилата считался непобедимым первым номером в мире. Он плакал, говорят, после того, как проиграл Симакову, да? Да, это было именно так. Хочется слова благодарности сказать всем петербуржцам, которые пришли поддержать нас в эти дни. То, что они сидели на трибунах и переживали, это самая высшая оценка нашей деятельности, нашей подготовки. И, конечно, этого успеха не было бы без прекрасного коллектива спортивного концертного комплекса и без коллектива гостиницы «Кулпуская». Все гости отмечали прекрасные условия, созданные именно всеми этими людьми. Большое им за это спасибо. И вот третий раунд. Раунд решающий, который, в конце концов, хотя и преимущество есть, но потерять бдительность невозможно даже на долю секунды. Немножко активизировался спортсмен из Азиакистана, но все было под контролем. Все было под контролем. Это чувство меры. Семенков держит свою дистанцию и атакует внезапно для соперника. Саша, дальше дистанцию, дальше, не надо, дальше. Это ваш голос. Дальше дистанцию, да? Да, чтобы не испортить то, что завоевали. Заедущие две права. И сопернику надо выбирать. Он проигрывает, ему надо атаковать, атаковать опасно. Он все-таки надеется на то, что ему удастся сыграть, так сказать, на контр-атаке, как было и сейчас, да? Соперник не смог перестроиться. Он сразу, я думаю, поставил на работу второго номера. И надо было ему как-то уже перестраиваться уже на втором раунде. Но в этот раз у него это не получилось. Прекрасный поединок. Он даст, 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 даст. Вот так, молодец. Давай, я дам, я дам, я дам, я дам, я дам, не надо, не надо, он тебя ждет. Не ходите. Вот этот же комментарий тренеров, это вторая, так сказать, второй план. Музыка за кадром, понимаете, дает представление о том, что же происходит, что может проезжать. Прекрасная атака. Ну, это взрыв. Много удара достигла цели. А что вы развели руками? Что-то вам не понравилось? В этом турнире было много новинок. Например, рефери на ковре был снабжен специальным микрофоном. И все зрители в зале слышали его команды. Это как бы приближало всех к ковру. Лавина новая, системная аккравитация, электронная аккравитация. Мы опробовали ее и довольно успешная работа компьютерной группы. И на чемпионате мира теперь точно будет уже все это опробовано. Не опробовано. Приближается к концу поединок. Уже нервничие тренеры. Ну вот, заканчивается время. Я спрошу Игоря Щеглова, как главного судьи. Вам все было ясно, когда закончился поединок? Все здесь было с точки зрения свидетельства правильно? Безусловно, с точки зрения свидетельства было правильно. И было ясно не только мне, как главному суде, и старшему суде на ковре, и зрителям, я думаю, все было понятно. И вот, задавая вопрос, так вот иногда, сами себе, и почему поединок Александра привлекает вам на внимание? Именно 63 килограмма. Ведь в других категориях тоже есть сильные спортсмены. Вот наблюдает этот бой, и, вспоминая слова Сергея Николаевича, можно было бы на этот вопрос ответить достаточно просто. Александр дерется, так скажем, выступает в жесткой, бескомпромиссной, честной борьбе. Вот есть тактические приемы, когда спортсмен, завоевав некоторое количество очков, может, допустим, вот сейчас вы видите, ярко его характер. Он призывает его к частной борьбе против него. Допустим, спортсмен может просто избегать поединка, чтобы сохранить защитные очки. Вот именно то, о чем так беспокоился Сергей Николаевич, что Саша их потеряет. Но он не может такого позволить. Но он дерется честно и открыто. Не уходит он более. Я думаю, что это привлекает всегда зрителей именно к этому. Это воплощение именно того, каким должен быть боец. Боец восточных единоборствах, боец в Тайпанбре. Прекрасный поединок. И здесь зрители, как и сам Саша, делают традиционное сальто, да? Саша ведь занимался гимнастикой, да? Да. Был отличным гимнастом. Он пришел к нам из гимнастики. Закончил институт Лезгов-то. И будет тренером, кстати. Неизвестно. Михаил Юрьевич так подумал, подумал. Будет? Ну, это очень надеюсь. Это был прекрасный поединок. Но давайте посмотрим поединки и в других весовых категориях. Пожалуйста. Мы видим категорию, по всей видимости, до 80 килограммов. Несколько слов о том, все-таки, вот судья обязательно соблюдает вот этот ритуал, этот регламент? Да, безусловно. Это одно из правил, необходимых правил. И в ритуал открытия спарринга входит и осмотр защитного оборудования спортсмена, чтобы оно соответствовало правилам. Было изготовлено с допустимым материалом, не имело посторонних включений. И ритуал приветствуем. Сейчас в финальном поединке встретились спортсмена с Польши Томаш Груцко и опять же спортсмен из Таджикистана Хасан Бакиев. Груцко опытный спортсмен, это трехкратный чемпион Европы. Груцко находится сейчас к нам справа. Да, справа на телеэкранах, опытный спортсмен из Польши. И, в общем-то, дошедшие до финала спортсмены, наверное, в какой-то степени равны. Не бывают случайности. Случайности, может быть, в одном поединке, но не в финальном. И совершенно другой характер боя, да? Да. Я болел, переживал за спортсмен из Польши, потому что он очень давно выступает, и ему не очень всегда везет. Вот есть такое спортивное невезение. Вот я думаю, что у него есть, часто его посещают спортивное невезение. Я вспоминаю, когда он выступал на чемпионате Европы, его засудили, засудили явно. И вот он плакал. То есть он не отнесся к этому зло, что вот, засудили, они такие нехорошие. Он плакал. Его все успокаивали, вся команда, подходили другие спортсмены. Но и сейчас он победил. Я рад за него. Опережая события, скажем, что он победил, но будем следить за поединком. Ну, наверное, это какое-то ощущение, этим ощущением прониклись только Сергей Николаевич на зрители, потому что было явно и видно, что симпатия, в всяком случае, там, где находился я, были на стороне польского спортсмена, которые, кстати, скажу, никак не отразились, но не повлияли на исход боя. Он действительно, честно, одержал победу и не могли повлиять на исход боя, потому что мы всегда были взаимно объективное и бескомпромиссное судейство. Здесь действительно яркий поединок, тоже неплохой, в этой весовой категории, полутяжелый. Очень интересный, и польский спортсмен, наверное, памятуя о своих неудачах, вот, кстати, очень известный и авторитетный судья из Шотландии, Санди Донбарк. Он традиционно на наших турнирах судит все финальные поединки, потому что когда этот судья на ринг, на ринг, на ковре, никто из представителей, то есть тренеров, никогда не советует никаких претензий, где их, наверное, и быть не может. Здесь, потому что он очень опытный. Пятый Донбарк, Санди Донбарк. Слифанал чемпионат в Европе и чемпионат в Мировом году. То есть это высший уровень и с точки зрения участия спортсменов, и все действия. Жаль, что не было спортсменов Узбекистана где-нибудь, вы скажете два слова, такие друзья, так любят приезжать, так дружат с вашей федерацией, с Торнадо. Но вот какие-то пришли, может, билеты дорогие, не знаю, что там произошло. Наши проблемы. А? Финансовые проблемы. Ну что, надеемся, что приедут в следующий раз и будут здесь. Я думаю, что о честности борьбы, о честности с действием говорит то, что неожиданно для многих должна была явно лидировать вроде бы сборная России, скажем, Россия, да, команды Санкт-Петербурга. Но, увы, произошло не совсем то, что предполагали многие. Не только потому, что где-то нам не повезло, но неожиданно сильной, да, оказалась команда Таджикистана, которая выступала прекрасно, и надо отдать должное, я считаю, и вам. Потом мы, наверное, об этом скажем. После того, что у вас были равное количество очков, но вы поступили благородно и присудили большой приз. Это мы увидим в самом конце нашим гостям. Это еще одна традиция, я думаю, вашего клуба. Тут дело не только в борьбе за первое место, что очень важно. Важно иметь настоящих друзей, важно уметь быть не только объективным, но и благородным в борьбе и стремиться сделать так, чтобы гости были уверены, что они могут рассчитывать на победу, что их никто, не дай бог, не засудит здесь, что родные стены, хотя и, конечно, помогают, казалось бы, своим спортсменам, но они должны помогать и нашим гостям. Но вернемся к поединку. Ну, насчет стен, сам Александр говорил, что родные стены помогают, но всегда дома ступать сложнее. А вот, говоря об успехе таджикской команды, даже в этом финале опять таджикский спортсмен, в финале категории до 63 килограммов таджикский спортсмен, 54 килограмма таджикский спортсмен. Мы постоянно видим на заднем плане тренера сборной Таджикистана Мерседа Ехеева, который к нам приезжает который год, все турниры Кубка Петра. Он посещал, да, действительно, они сильны. В данном случае выиграл Томаш, как мы говорили. Он демонстрировал не только правильную тактику, но и хорошую технику в этом поединке. И он рад своей победе виден. Таджикский спортсмен – это традиционно сильные спортсмены. Они на чемпионатах мира уже имели бронзовые и серебряные медали, поэтому это не является случайностью. Вот мы сейчас увидим еще один поединок финальный. И два слова о том, что так же, как у вас, в 89-м году приехал замечательный мастер Ким, которого, кстати, мы были рады здесь видеть. И так же у всех начиналось с приезда спортсменов из Северной Кореи известных тренеров-специалистов. Или разные пути были. Вы видите, кончат Санкт-Петербург. Вы будете комментировать, но все-таки два слова об этом. Мы практически все прошли через знакомство с мастером, корейским мастером. И, конечно, родоначальники тэквондо приносили первые раски тэквондо сами. И не только в Санкт-Петербург, Ленинград, так было практически во всем мире. Во всем мире. Пожалуйста, поединок. Поединок в своей категории свыше 80 кг между спортсменами Игорем Кончей и Александром Ивановым. Оба мои воспитанники. Поединок, наверное, все-таки был скучный, потому что эти спортсмены достаточно хорошо себя... Хорошо, у нас есть поединок скучный в финале. Может быть, для вас он скучный, но для нас он очень интересен. Ведь весовая категория непростая все-таки, да? Весовая категория интересна. Но эти спортсмены вместе тренируются в одном зале. Они фактически спарринг-партнеры друг друга. И здесь они были очень осторожны друг к другу. Единственное, что у Игоря Конча травма коленного сустава, наверное, все-таки мешала ему выступать на этих соревнованиях. Ну, дрался с Ивановым, он хорошо. Иванов просто выиграл. Ну и как же, вы же и могли сразу секундировать тому и другому спортсмену? Я секундировал Иванову. Вы за него болели, нет? Или трудно сказать? Трудно сказать, нет. И так все-таки шансы... Я давал установку, я давал установку, и все. А я не мог болеть именно за него, я также болел и закончил. И все-таки вот сегодняшний поединок, вернее, это воскресный поединок, может быть, и не был с поединком в этой весовой, как же говорили, с самого высокого ранга, хотя он был для зрителей совершенно интересен. Шансы этих спортсменов, скажем, в следующем году на чемпионате мира? Конечно, хотелось бы, чтобы петербургские спортсмены стали чемпионом мира. И реально к этому готовимся. Но чемпионат мира – это серьезнейшее испытание, это самое серьезное соревнование для всех спортсменов. И там слабых нет. Там в любом круге можно вылететь просто так, да? И там, что говорить о судействе, если мы здесь полностью уверены в своих судах, и установка им тут честна, то ни для кого не секрет, что когда ставится вопрос о золоте мировом, то возможны какие-то нюансы. Нюансы. Вы так интеллигентно сказали нюансы. Хотя я помню, когда мы делали не раз из репортажа, вы приезжали из-за рубежа, из чемпионатов. Ну, что делать? Приходилось говорить о том, что... Впрочем, не только в вашем виде спорта такие ситуации бывают. Международная федерация сейчас очень серьезно работает на подготовке судей. И вот в следующем году мы уже договорились, что весной в Петербурге состоится семинар, международный судейский семинар, именно который будет призван подготовить к судейский корпусу чемпионата мира. Вот сейчас интересная ситуация возникла на ковре. Судья поднял две руки одновременно. Это означает, в течение основного времени трех раундов был зафиксирован ничейный результат, был дан дополнительный раунд, дополнительная минута. Вообще говоря, для нас, для судей, для зрителей, Иванов Александр Войбов здесь, вообще говоря, для нас этот поединок всегда как своеобразная артерия. Кто же выиграет? Потому что встречаются они уже не первый год. И при всем равенстве внешнего поединка боковые судьи и рефери на ринге, конечно, с точностью определят победителя. Но для нас всегда это интересно и волнующе. Кто же в этот раз победит? Надо еще раз, наверное, напомнить, что четыре судьи, да, и большинство голосов присуждается победа. Четыре боковых судьи фиксируют результативные очки. Рефери на ринге замечает всякие всевозможные ошибки в спарринге. То есть он не допускает нарушения правил. Прежде всего действия, вот сейчас антиданбар опять мы видим, прежде всего действия, направленные на сохранение здоровья спортсменов в суде не правил соревнований. И, конечно, последнее слово за старшим судьей на ринге, в которой финальные поединки судит Шимас Азерланд, которую вы видели в начале нашего репортажа. И по большинству решений боковых арбитров выносится окончательное решение. И в тех редких случаях, когда бывает ничья, вносится решение на значение дополнительного раунда, дополнительного раунда. Но вот этот поединок был, может быть, несколько поживее. Да. И прежде всего потому, что весовая категория здесь 54 килограмма. Спортсмены намного легче, двигаются намного быстрее, но, соответственно, так скажем, возвращаясь назад, скажу, что в тяжелых весовых категориях и удар существеннее опаснее. Встречаются опять-таки спортсмены из Таджикистана, Берды, Шахрат и... Литовский, да? Да. И литовский, да, у тебя упал. И литовский спортсмен Нарусис Мариус. Говорю вообще, о литовских спортсменах они очень сильные. И финалист, второй финалист уже у литовцев. Ну, многие привыкли, что в боксе упал, это нокдаун, там, не дай бог, нокаут. Здесь что такое было? Падение? Случайность? Да, конечно, здесь не всегда падение, это следствие жесткого удара. Это может быть просто потеря равновесия или баланса. Встречный удар противника, когда спортсмен выполняет дармогой, находится в напорном положении. Это может быть просто случайность, которая, тем не менее, по правилам соревнований наказывается, и у нас спортсмен получает замечание. Три замечания выливаются в штрафное очко, что уже существенно довольны для спортсменов. Вот таджикский спортсмен на тренинг на сайте Хиафа. Повторный вид, хорошие удары. Результативно, еще на речи, на речи. Кринанс ударов рукой. Довольно жесткий спарринг, активный. Но это неудивительно, спортсмены хотят выиграть. А литовский спортсмен, так скажем, отличается своей агрессивностью. Я спрашиваю Сергея Сахонкина, кто нравится вам с позиции настоящего, истинного тэквондо, как говорят, в этой паре? Да, у вас спортсмены послуживают внимание. Они ведь разные, вроде бы, да? Они разные. Они разные, поэтому оба привлекают своей техникой, своей тактикой ведения поединка. Вот вы очень опытный наставник. Для вас огромное значение имеет, скажем, характер, психологический настрой? Или в тэквондо о том, что человек трус, говорить просто не приходится? Конечно. Потому что, когда поединок, ты оставишься один на один с собой. Тут о том, что боишься чего-то и кого-то, и говорить не возможно. Наверное, боятся все, боятся все. Это, конечно, боятся неожиданности, так сказать, неизвестности. Но надо этим учиться управлять, чтобы этот страх не сковал, а наоборот, активизировал вас. Это все в тренировочном процессе воспитывается. Какой легкий спортсмен из Таджикистана. Легкий танец, да, так владеет. Ну, у него все-таки разница не отличается, у литовцев из Таджикистана. Таджикистана более солитель, так, да? Таджикистане очень агрессивные. Очень агрессивные. Дай, поросец! Поросец! Вообще говоря, спарринги легких весовых категорий все-таки как-то более интересны, чем тяжелых весов динамизма. Именно динамизма для зрителя, для персонала, наверное, будут интересны и те другие. А вот динамизм поединка, это вообще скорость, скорость, это скорость. Хочу отметить, что высокую оценку работы судей дал мистер Винбосс, это вице-президент Европейской Федерации, главный судья чемпионата мира в Малайзии. И особенно он отметил помощников судей. Так слаженно и быстро все убиралось, так слаженно и быстро все менялось. Просто он сказал, что за последние 2-3 года нигде таких помощников судей не видел. И вообще, вы встречали много друзей. Ваш коллега из Москвы, сейчас академик, ректор Академии физической культуры в Москве и вице-президент Международной Федерации Те Квандо. Кстати, мы не раз показывали несколько слов о ваших гостях, что они говорили. Я-то знаю, что они говорили нам, журналистам. Они давали очень высокую оценку. Мы эти интервью уже показывали в наших программах. Какой вывод делали они? Ну, слова благодарности или слова хорошие всегда приятно слышать. Но я просил именно указать на недостатки. Недостатки всегда есть. И мне было приятно, что их было мало. Но тем не менее они есть, и мы постараемся их исправить. Ночь пятим минут, естественно. Я видел, я бы сказал, даже счастливые глаза Валерия Кузина. Еще раз могу сказать вашему коллеге, потому что он высоко оценивал всю эту обстановку. Прежде всего трибуны, зрители, атмосферу. Вот заканчивается наша программа. Два коротких момента. Он награждается, я думаю, лучший спортсмен. Если можно так говорить, вот этих соревнований мы рады, что это именно наш спортсмен. Санкт-Петербургский. Один из явных претендентов на победу в следующем году на чемпионате мира. Сейчас приз за командный побед получает. Совершенно счастливые, я бы сказал, обалдевшие от счастья гости. Вот, прекрасные спортсмены из Таджикистана. И это была репетиция перед чемпионатом мира. И завершилась она хорошо, удачно. Об этом говорили все. Заканчивая нашу программу, еще раз мы благодарим вас за участие, за комментарии. Но прежде всего мы благодарим вас за блестящую организацию этого настоящего праздника спорта, которую все оценили. Благодарность эта абсолютно искренняя. Передачу мы заканчиваем. Еще раз большое вам спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok